Привет, мои дорогие! Сегодня будет видео чисто девчачья, поговорим о трендах, как их носить и вообще нужно ли каждый сезон гнаться за тем, чтобы хвататься за все тренды и напяливать это на себя. Первое, я хочу сказать, что несмотря на то, что каждый сезон выходит какая-то новая актуальная вещь, которую вы должны как бы приспособить к себе и носить ее в своем гардеробе, не гонитесь тотально за всеми трендами, сохраняйте всегда свою индивидуальность, уникальность и свой стиль, несмотря на то, что, возможно, какие-то вещи будут и не сильно модными. Возможно, эти не сильно модные вещи будут именно делать ваш определенный стиль, создавать ваш определенный образ, узнаваемый и, наоборот, очень примечательный и крутой. Скажу так, что я, несмотря на то, что использую всякие тренды в своем гардеробе, там, велосипедки, кроп-топы и прочее, я все равно очень сильно адаптирую все эти луки под свое настроение, под свою стилистику и под свой темперамент, назовем это так. К чему я все это веду? Не забывайте никогда про свою индивидуальность, про свой характер, про свою уникальность. Вещи не должны красить человека, именно человек должен красить вещь и придерживайтесь все-таки того правила, что вещи должны на вас красиво сидеть и не все тренды, которые выдает нам рынок, обязательно приспосабливают к себе. Оставляйте свою уникальность и индивидуальность всегда. Такое получилось долгое вступление, я знаю просто, что вам нравится моя рубрика «Лук-лучок», которую я выставляю в Инстаграм. В этом видео я хочу разобрать 4 основные вещи, которые являются трендовыми и переходят, в принципе, уже не из первого сезона в сезон. Это ношение велосипедок. Я из другого века. Чтобы показывать свои коленки, нужно, чтобы они были очень красивыми. Это сустав, это все равно, что показывать свои локти. Вот посмотрите, это мой локоть и так весь день. Смотрите, какие у меня красивые локотки, все это ужасно. Казаков ботинок, также сюда же кроп-топы, грубые ботинки и варенка. Ну, грубые ботинки и казаки я бы, наверное, причислила в одну какую-то категорию. В общем, такие тренды я хочу разобрать и составить для вас образы, которые вы наверняка сможете адаптировать под себя, имея свой базовый гардероб. Итак, поехали! Сегодняшнее видео посвящается только девочкам. Первый образ, он очень простой. Это сочетание велосипедок и рубашки оверсайз. Вы можете надеть на себя клетчатую, сделать многослойность в этом образе и надеть, например, футболку, сверху рубашку и велосипедки. Надевайте и сочетайте с грубыми ботинками, с объемными аксессуарами. Выглядит все это всегда очень круто. Второе простое сочетание велосипедок это с худи. Худи можно надевать любой объемный, либо наслаивать также с рубашкой, сверху наслаивать с джинсовкой. Всегда будет очень эффектный образ. Что касается ношения кроп-топов, то здесь я очень бы советовала всем надевать с высокой талии шорты, юбки, либо брюки или джинсы, чтобы оставлять лишь маленькую полоску живота. Ну и также не забывайте, что за счет объемной драпировки вы всегда можете создать нужные объемы, например, в бедрах для тех, кто хочет подчеркнуть свою талию и более женственную фигуру. Если вы хотите создать более дерзкий гранжевый образ, сочетайте джинсы, варенки, грубые ботинки и кроп-топы, так, как, например, я сочетала в этом видео. Выглядит, конечно, дерзко, но всегда можно похвастаться своим животом и составить такой тематический образ. Следующий образ придется по душе, наверное, многим. Это сочетание легких летних платьев и достаточно грубых массивных ботинок, например, казаки, либо черные ботинки солдатские. Что касается тренда на варенку, то здесь я бы советовала в этом сезоне обзавестись какой-то хорошей, объемной, массивной джинсовой курткой, например, которую можно сочетать как с летними платьями, с любыми. Также простыми шортами, как, например, в предыдущем видео. Не забывайте, что в тренде остается размер оверсайз, то есть не бойтесь покупать немного больше своего размера и создавать хрупкость своего образа за счет достаточно объемных вещей. Я надеюсь, мое видео было для вас полезным. Вы вдохновитесь и впечатлитесь моими образами и наверняка что-то адаптируете из увиденного под себя и сможете использовать в своем гардеробе при составлении образов. Я очень надеюсь, что такой формат видео для вас полезен и вам он понравится. Обязательно поставьте мне лайк и напишите в комментариях вообще, какой образ вам из всех понравился, а какой не понравился. Вы можете даже немного похейтить меня. Окей, я без проблем, потому что на вкус и цвет фломастеры разные. У меня есть свое определенное видение каких-либо трендов и образов. У вас есть свое мнение. Вы можете об этом обязательно написать в комментариях. В общем, надеюсь, видео реально вам понравилось. Если что-то такое нравится, я могу поснимать для вас еще с большим удовольствием, потому что все эти девичьи темы, я их очень-очень люблю. Спасибо еще раз за просмотр. Я вас очень люблю, целую и пока-пока-пока. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok